Мы тенированку закончили, теперь слушаем вас. Я готов. Регат, мы готовы вас выстрелить. Нас много времени нету. Я понимаю, что у вас много времени, у нас не так много. Что вас интересует, кроме политики, я так понимаю. Остальное все мы готовы вам ответить, как бы без проблем. Какая стратегия на будущий бой? У кого вы страшите? Александр, какая стратегия на бой? Я буду переводить. Просто Башир мне еще не рассказал. Мы же еще смотрим. А какую я стратегию сейчас скажу? Он не знает стратегию. Никто не скажет стратегию. Что это за прикол? Подлогить хотел? Я такой невнимательный. Ага. Все? В чем наиболее сильная сторона противника? Чем он, собственно, населен и чем он слабоват? Кому вопрос? Кому вопрос? Он спросил о сильных и не так сильных сторонах нашего противника. Что вы думаете об этом? Ну, его сильная сторона, я не могу даже сказать. Он узнает в борьбе о его сильной стороне. Его сильная сторона, что он имеет сердце, он имеет хорошую голову, и он приходит к борьбе. Он говорит, что слабые стороны вы увидите его в ринге, а сильные стороны у него есть сердце, у него есть крепкий подвороток, и он хочет победить. Ну, все, пока. Ну, я бокс, вообще, ожидаю хорошее выступление свое. Я готовлюсь хорошо, на полную отдаюсь на тренировках. Я хорошо себя чувствую. Вы видели, я сегодня чуть-чуть пошутил в начале тренировки. Вы увидите это в субботу, 18-го числа. Да, так-то как-то так, сейчас и не соберешься, как сказать. Хорошо, правильно. А можно поговорить о вашем режиме дня, о расписании? Какое у вас? Сегодняшнего дня? Давайте сегодняшнего дня. Ну, или обычного тренировочного, вот сейчас, когда вы готовите. Вы определите, или сегодняшнего, или обычного тренировочного. Хорошо, сегодняшнего. Сегодня просто, давайте поговорим. А ну, или сегодняшнего, да. Во время подготовки к бою подъем у меня в 7 часов. Если это спарринги, это подъем в 7 часов. В 8 я уже, у меня уже начало тренировки. Потом я тренирую здесь около 2 часов. Иду домой, кушаю, ложусь отдыхать. Стою, может перекусываю, может нет. Иду на тренировку. Это или работа на снарядах, или работа на лапах. Или же спарринги, то есть через день. Я все это заканчиваю. Посижу на тренировочке, посмотрю, пообщаюсь с ребятами, потянусь. И очень хорошо, с хорошим настроением иду домой, пью водичку. Прихожу домой, опять же, кушаю и ложусь спать. Разговариваю с родными. Утром опять просыпаюсь. Утром опять просыпаюсь, да. И то же самое делаю. А жена, дети здесь? Жена, дети дома в Симферополе. Жена будет на бою? У меня родился сын. Ему как раз на момент боя будет три месяца. И я думаю, что оставлять маленького ребенка и ехать ко мне на бой, это будет чуть-чуть как-то... Пускай она уделит Мишке время, а я поеду к ним, и все будет хорошо. Александр, к сожалению, от политики никуда не денешься. Сейчас каждое противостояние украинского и российского спортсмена воспринимается больше, чем спортивное. Для вас, устро. Смотрите, мы разговаривали с Сережей перед началом тренировки, и я говорил, может предупредить ребят, потому что я уже об этом говорил, никакой политики нет. Спасибо вам за внимание, этот парень закончил пресс-конференцию, но вы его не вините, он просто не знал. До свидания. Спасибо. Ну все, собственно. А говорили? Ссори. А кто говорил? Ну как, мы же говорили, сказано было уже, не один раз, уже 50 раз об этом говорили. Так, вопрос не политики, это вопрос не политики, это вопрос исключительно психологии. Вы переуказали, что это вопрос не политики? Ну как? Для чего? Вы хотите поспорить с нами, можем с вами сесть там и попробовать это доказать. Путь спортсмена. Пресс-конференцию, если кто-то не смотрел, это тренироваться, ездить на соревнования, по максимуму выкладываться в зале, любить своих братьев, любить свою семью, любить свою страну и привозить в соревнования медали, когда играет твой гимн, когда поднимается надголой флаг, и когда люди радуются. Тот, кто вот, вы лезете вот в самый местяк, вот знаешь, пошел ты, оп, вот туда лезут. Зачем политика? Вы пришли спрашивать меня о боксе или о политике? Я вообще нафиг нифига не понимаю о политике. Я не могу о ней сказать ничего. На самом деле это очень правильный вопрос, потому что все почему-то пытаются воспринимать, да, вот спортсмена какого-то, политика, звездующего. Это война в ринге. Он спортсмен. Но это война противостояния силы, кулаков, того, что ты делаешь в зале. Когда ты встаешь утром, когда твоя жена дома, дети твои дома, твои близкие за тебя переживают. Вот это путь спортсмена, а не то, что вы хотите узнать. Даша, а давайте о музыке. Давайте о музыке поговорим. О музыке. Репертуар как-то сами себе подбираете или же все-таки вообще... Мелодия. Мелодия, если вот мелодичная, просто вот тогда она вот прикольная, заводная. Это Джеймс Браун руля, да? А мелодия Джеймс Браун певает? Ну он часто бывает. Мне нравится его музыка. Я иногда в караоке пою, когда там редко бываю. Ну я пару раз пел, но серьезно, вот это... Лепса. А, Лепса Меладзе вот это. Нить, нить вот это. А, не Джеймс Браун. Нет, Свет. А Свету хотят еще пью. Это вообще танец, я вам серьезно говорю. Мы с Деней, он снимал, попозже выкинем. Там танцосица хотят. Я пытаюсь это делать. Ну отлично, битбойские такие вот штучки. Ну, она... Изначально? У меня просто жена занималась очень много танцами, и она мне дает всякие уроки, и я стараюсь выполнять. Обратите внимание битбойские? Я просто не был... Я скажу, это... Ну это молодежная движуха. Пуц, 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 пуц. Я все-таки молодежная. Молодежная, молодежная, да? Ну не молодежная, просто молодежная. Я все-таки чисто поинтересовался. Для себя. Ну и самому... Ну и самому... Ну только с ней чистая импровизация, чистая импровизация. Музыка приятно придают зарядку, это настройка. Ну вы знаете, она как-то отвлекает от... Вы знаете, мне кажется, стереотип, вот многие люди думают, что боксер это вот такой... С такими большими бровями, да, чувак серьезный, там забывает что-то. Все. Еще что-то. Ну на самом деле... Нет. Я абсолютно помню все. Если это мне и надо, то есть если мне это не надо, то я это не стараюсь даже запоминать. В случае записываю, да? Ну да, напоминания. Просто сейчас телефоны какие-то, напоминания всякие стоят. На самом деле я бом на вся эксклюзию. Да, и вот музычка она... Музычка дает настрой. На тренировку, на... Она знаете, она заводит, внутри меня есть такие штучки, когда музыка играет. Той бокс, который вы видели в Князове, как думаете, он сильнейший из ваших попередних суперников? Я не знаю, я так не могу судить, сильнее, не сильнее. Каждый выходит. Просто он не сможет боксировать так же, как боксировал со своими противниками, предыдущими, да. И я так же не смогу боксировать, как я боксировал там со всеми своими. То есть это будет новый бой и новая стратегия абсолютно. То есть не может быть повтора абсолютно, потому что другой парень. Слушай, а в принципе моральное преимущество будет на вас. Во-первых, вы играете в Киеве, а группа поддержки у Князева будет гораздо меньше, да? То есть два команды. Знаете, я много раз боксировал в таких местах, там, где, ну, болельщики были против меня. И меня вообще как-то это не волновало, если честно. Кричали, там, еще что-то. Ну, я абсолютно вообще не арендировал. Я выхожу в ринг делать свою работу. И все. Так что, если у парня то же самое, мне просто хотелось бы сказать, что, ну, там, зрителям, которые придут на бокс и все остальное, то есть, ну, противника надо уважать, как бы это ни было, как бы вы к нему там плохо или хорошо не относились, нельзя говорить на него, что он там какой-то плохой или еще что-то. Просто если они не уважают противника, то как они могут уважать меня? То есть, ну, равносильно плю я, ну, когда вы плюете на него, то вы и плюете на меня. Ну, то есть, просто хотелось бы вот так вот, чтобы ребята с пониманием, это чистый спорт, ничего личного. То есть, ну, будет бокс, и я думаю, что хороший. И все. Александр, а вы тренировались все время в Украине? Сейчас, на данный момент? Да. То есть вы в Германию не выезжали, нет? Нет, не выезжал, я был в Карпатах три недели. Для чего в Германии? В Буковеле. Я думаю, на Набалде. Ну, что? Я был в Буковеле, и потом мы приехали сюда, в Киев. А, я понял, что я понял. В Германии нет. Я от тебя забрал. Спасибо. 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 Пока. 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 Очень добрый. Очень добрый. Добрый! ПОДКИ СМЕХ Продолжение следует... Продолжение следует...